Какие бы анекдоты не ходили про советский автопром, были и у нас автомобили, которыми можно гордиться. Один из них получил гран-при брюссельской международной выставки Экспо 58. Знакомьтесь, Чайка или ГАЗ-13. Её выпуск начался на Горьковском автозаводе в январе 1959 года. Этот заднеприводный представительский автомобиль занимал нишу между Волгой и Зилом. Попытка создать новую машину, модернизировав первый горьковский автомобиль того же класса Зим, оказались неудачными, поэтому Чайку проектировали с чистого листа. Над внешностью трудился большой коллектив дизайнеров ГАЗа под руководством Льва Еремеева, автора и легендарной 21-й Волги и Зима. Кузов выполнен в модном на тот момент аэрокосмическом стиле. Большие задние плавники, заканчивающиеся вертикальными фонарями, обилие хрома. Он тут везде на молдингах, рамках дверей, решётке радиатора, массивных бамперах, передние с клыками в виде авиационных дюзов, задние с отверстиями выхлопных труб, фары с козырьками, стёкла новомодные, гнутые, панорамные. V-образный, короткоходный, восьмицилиндровый мотор необычен по тем временам. Его блок, головки и впускной коллектор «Паук» изготовлены из алюминия. Карбюратор очень крупный, четырёхкамерный, мощность двигателя около двухсот лошадиных сил. Автомобиль, весивший более двух тонн, он разгонял до сотни за двадцать секунд. Семиместный салон «Чайки» роскошен. До спинки переднего дивана очень далеко. Если разложить строп-антенны, на них разместятся ещё два человека. На передней панели в ряд выстроились приборы с круглыми шкалами. В дверях электростеклоподъёмники. Антенна тоже с электроприводом. Запускаю двигатель. Тут установлена одна из первых отечественных автоматических коробок передач. Она трёхступенчатая. Автомобиль плавно набирает ход. Он почти не чувствует неровности, только иногда кузов немного покачивает. Управлять им очень легко, но нужно не забывать про большие габариты. «Чайки» предназначались для особых лиц государства, первых секретарей обкомов и даже некоторых работников ЦК. Всего изготовили немногим больше трёх тысяч машин. Причём не только седанов, но и универсалов. Их выпуск прекратился через год после Московской Олимпиады-80. Удивительно, но несчастливая цифра 13 никак не повлияла на судьбу этого достойного автомобиля. Многие считали «Чайку» более удачной, чем солидный «Зил». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова